Чего? Да, можешь стрим все чекнуть. Я могу... Блять, я п***ался. Я сказал, еженедельное или ежедневное, блять? Мои первые впечатления. Я только-только захожу в CS2 и мне супер. Интересно, что же добавили сюда и что изменили в Counter-Strike. Ранга у меня нету, как они и говорили. Ранга не будет. Нужно победить 10 матчей. Так, смотреть матчи и турниры, это все, что было до этого. Я теперь могу качать демки и смотреть их с меню игры. Так же, как было в CSGO. С нагруженной демки у меня ни одного нету. Магазин. Добавили функцию магазин. По-моему, раньше такого не было. Смотрите, торговая площадка. Правда, у меня не грузится это. Возможно, сервера еще лежат. Также добавили вкладку инструменты. Париж 2023. Общее. Это все, что есть в принципе, да? Я так понял. И главная страница. Здесь популярные наклейки. Еженедельный набор. Что это? Это что-то прикольное. Еженедельный набор. Вы увидите еженедельные награды, когда впервые за неделю повысите свой ранг за очки опыта. Это супер интересно, пацаны. Да, это очень прикольно. Меню выбора наград выглядит именно так. Теперь ты сам можешь выбирать награды, которые ты можешь получить. Так. Что же еще здесь есть? Музыка. Изменили музыку. Я уже слышу об этом. Так. Проблема с консолей не исправили? Раньше ее можно было выкинуть за карту. Ладно. Сейчас ее тоже практически можно выкинуть. Но я не знаю, в CSGO можно было так делать или нет. Так. Проверим свой конфиг. Шик. Экзек. Я не могу скинуть свой конфиг. А могу создать конфиг. Хост. Р2. Да, конфиг создается. Смотрите. Значит, я могу создать свой конфиг, либо перенести свой старый конфиг и создать новый здесь. Так. Звание я ни у кого ничего не вижу. Магазин. Новости. Так. Не то. Это все, в принципе, уже было. Скины у меня здесь атаки остались. Я бич без скинов. Если у кого есть какой-нибудь лишний ножничек, будьте любезны, пожалуйста, подарите мне его. И я буду хранить его навсегда в своем сердце и в своем вентаре. В CSGO лучше всего играть. Набор музыки Valve CSGO. Мне прямо сейчас его выдали. А что это? Медаль Global Offensive? Смотрите, это офигенная медалька. Только что буквально на... Только что на глазах. Прямо сейчас она мне выпала. Смотрите. Counter-Strike Global Offensive. Такой набор музыки и такая медалька. Просто посмотрите, какая она сочная. Какая она блестящая и красивая. Как она классно сверкает в Counter-Strike 2. Память о нашем CSGO 2012-2023. С другой стороны мы видим здесь два ножа за эту сторону. Выдается преданным членам сообщества Counter-Strike Global Offensive, вступившим в него до выхода Counter-Strike 2. Легенды не умирают. Теперь каждый из нас в истории, мужики. Все, у кого есть эта медалька, ликуйте. Вы в истории CS2. Отображайте этот предмет и набор музыки. Давайте послушаем его. Вот он. Вот он. Легендарный звук. Легендарная музыка Counter-Strike. Просто послушайте это. Офигенно, пацаны. Сегодня тот день, когда мы прощаемся с CSGO. И теперь мы переходим официально. Counter-Strike 2. CSGO, когда я заходил в Counter-Strike, его просто в стиме больше нету. Смотрите. CS2, Counter-Strike больше нету. Counter-Strike Global Offensive. Скоро они поменяют эту картиночку. И все, остался только Counter-Strike 2. И ничего просто другого. Когда я заходил в него, у меня не было выбора. Мои часы, кстати, сохранились так же. 10 тысяч часов. Это очень прикольно. Просто как же надоел высокий пинг, вечные лаги и непрохождение урона. Просто надо играть. Лол, пуля сквозь прошла. А где урон? Что за фигня? Знакомая ситуация? У меня такое происходит в каждой игре. Все вы знаете мою основную проблему. Это мой высокий пинг. И в один из дней я наткнулся на JirUp. JirUp гарантирует наилучшую и стабильную работу сети при подключении к любому серверу. За счет чего мой пинг значительно уменьшился. И играть стало намного проще. Учитывая, что в CS2 проблемы с прохождением урона, JirUp идеально помогает с решением этой проблемы. Всего один щелчок и твоя игра ускорена. Тебе не нужно ничего настраивать и разбираться во всем этом. JirUp уменьшает задержку и каждый твой выстрел в CS будет засчитываться. И теперь у тебя не будет проблем с непрохождением урона. Расскажите мне, какой у вас пинг в CS2. Ссылку на JirUp я оставлю в закрепленном комментарии. Ну-ка, давайте посмотрим. Это что, что за кладка? А, это сервера сообщества, смотрите. А почему они показываются так? Они походу еще не сделали консоль, да, или что? Я не знаю, почему сервера сообщества показываются так. Это же вообще не в тему. Я надеюсь, они это исправят. У меня сворачивается игра. Это же вообще не в тему. Телер гейм. Ну давайте напишем Counter-Strike. Я могу написать поиск, выбрать игру. Но я уверен, они это по-любому исправят. Ну потому что, посмотрите. Игра такого уровня, как Counter-Strike и сервера сообщества, они ищутся вот так вот. Ну просто банально, потому что сервера сообщества в CS2 еще нету. Кроме CyberShock, кстати. Так, давайте зайдем в игру. Последнее заложников, до 2, разминирование группы. Так, все как было до этого. Это напарники, которые здесь уже были. Закрыты подбор матча, так же как было в CSGO. Ну короче, пацаны, в принципе они просто все перенесли. Ни у кого просто нет рейтинга. Где эти типу, у которых было по 40 тысяч очков. Теперь рейтинг будет каждый раз забрасываться. Забрасываться он будет раз в сезон, наверное, я не знаю. Мне кажется, тут много ребят, которые сейчас сидят. И решили зайти просто на обычный паблик. Так, а над граф появился, интересно, или как им пользоваться? Hello guys. Hello guys. Hello. Над граф. Так, над графа нету, да? Show FPS. Where are you anti-gid? FPS так же плохо показан. Так, что с оптимизацией? На сервере полный просто сервер. Что с оптимизацией, я пока не знаю. Так, меня вынесли. Guys, guys, do you like this, dude? No, I like you. Воу-воу. Короче, по ходу, новым игрокам не очень нравится CS2. Но ничего, пацаны. Выкнемся, да, с людям эту игру. Разбит. Это мой первый раунд в CS2. Первый раунд в релизе в CS2. Посмотрим, что же у меня получится сделать. Ладно, игра без шута. Все. Это мой первый раунд в CS2. Ладно, никакой операции, к сожалению, нет. Я ее, по крайней мере, сейчас не вижу. В экране новости она должна была быть. Но здесь о новости за 1 сентября просто, когда CS2 всем дропнули. Также, насколько я слышал, у моделей появились глаза. Я не знаю, как их приблизить. Но просто посмотрите на эти, на самом деле, какие-то злобные, кринжовые глаза. Но, возможно, в будущем их обязательно детализируют еще лучше. Они не будут выглядеть так угрожающе. Хотя, возможно, из-за того, что это террорист. Поэтому они так выглядят. Но мне кажется, у ктшников глаза ничуть не добрее. Также нет функции KL Right Hand. Да, этой команды нет. До сих пор не можем поменять руку на левую. Поэтому левши, которым было удобно играть в CSGO левой рукой, к сожалению, вы в пролете. Все так же мы не можем это сделать. Возможно, в обновлении добавят. Но хотя они говорили, что не будут это делать. Обучение! Обучение в CS2! Посмотрите, в CS2 добавили обучение. Давайте пройдем его. Я никогда в жизни не проходил обучение. Но мне интересно, как же оно выглядит в Counter-Strike 2. У меня 10 тысяч часов. А прямо сейчас я прохожу обучение в Counter-Strike 2. Открываем меню. Рекомендуется покупать брюнжелет. Хорошо, мы это делаем. Да даже в CSGO обучение выглядело намного лучше. Вот беглянка. Найс никнейм. Вот Рушар Каф. Окуляры. Номер Кей. Драгомир. Бару. Тюлень. Ну, никнеймы ботом изменили. Это прикольно. Достижение. Новое начало. Counter-Strike. Дайте 2. Так, это и есть все обучение. Рекомендуется фармганы. Да? Карты с мастерской, к сожалению, я никакой не вижу. Я, в принципе, не вижу даже здесь мастерскую. Так, в принципе, все понятно. На этом обновление закончено. Больше ничего нового в Counter-Strike нету. Всем спасибо за просмотр. Это было экстренное включение. И я быстро-быстро нарезал для вас этот ролик, чтобы вы знали. Для тех, кто сейчас не может подойти к компу и посмотреть, что же добавили в Counter-Strike 2. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok